Приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. В этом видео расскажу про неприхотливые сорта петуний, которые весь сезон имеет красивый, пышный, обильно цветущий куст, устойчивый к дождю и жаре. Перед началом видео подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Петуния каскадная из серии Ramblin включает в себя множество сортов. Растение очень эффектно смотрится в кашпо. Высоту петунии до 35 см. Вширь разрастаются почти на метр. Образует сплошное покрывало цветов. Сорт Ramblin Peach в кашпо выглядит очень нежно. Образует компактный кустик. Сорт не нуждается в прищипке и стрижке. Цветки устойчивы к дождю. Хорошо переносят сильный ветер. Цветет обильно и непрерывно. Объем горшка на одно растение не менее 5 литров. Семена высевают с февраля по март. Петуния Grandiflora сорта серии Bravo является самой неприхотливой. Интересна тем, что можно собрать свои семена и снова посеять. Самосев при этом сохраняет родительские признаки. Растение образует компактный кустик высотой до 25 см. Подходит для выращивания в грунте, так как образует плотный коврик, усыпанный крупными цветками, диаметром до 15 см. Петуния холодостойкая, цветет до заморсков. Обратите внимание на фрилитунию бабочка. Это очень неэффектное растение с красивыми крупными бахромчатыми цветками, диаметром до 10 см. В кашпое в грунте смотрится очень оригинально. Кустики компактные, хорошо разветвленные, высотой до 35 см. Сорт достаточно устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Растения зацветают на стадии рассады и цветение длится до сентября. Семена сеют с февраля по апрель. Петуния каскадная крупноцветковая махровая станет украшением цветников, балконов и подвесных кашпо. Растения отличаются хорошими характеристиками роста, длительным и обильным цветением. Цветки диаметром до 13 см. Красивой густомахровой формы. Устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Семена сеют с февраля по апрель. Петуния опера суприм японская селекция ампельных петуний. Ценится за очень декоративный вид. Петунии данной серии имеют гибкие плети. Весь куст усыпан огромным количеством цветков. Не страдает от жары. В уходе неприхотливо. Отсветшие цветки не нужно удалять, так как кустик прекрасно самоочищается. От дождей цветки слепаются, но быстро восстанавливают декоративность. Лучше всего смотрится в балконах, ящиках и кашпо. В открытом грунте образует сплошной цветущий ковер. Хорошо развивается в объеме 7 литров грунта на дно растения. Для получения обильного и продолжительного цветения в течение всего лета необходимы регулярные подкормки. Расцветки бывают самые разнообразные. Белая, синяя, голубая, розовая и т.д. Семена сеют с февраля месяца. Ампельная петуния серии Нувалари порадует непрерывным цветением и своей неприхотливостью. У растений из этой серии никогда не оголяется центр куста. Образует огромное количество цветков. Петуния устойчива к неблагоприятным погодным условиям и повышенным температурам. Подходит для украшения подвесных кашпо и озеленения клумба цветников. Растения компактные, высотой до 30 см. Диаметр цветков 6 см. Сохраняет красивую шаровидную форму куста в течение вегетации. Хладостойкая, отлично переносит небольшие заморозки. Очень популярна петуния из серии Изи Вейв. Она удивляет обильным цветением. При хорошем уходе плети такой петунии могут вырастать до 1 метра. Во время цветения кустики так усыпаны цветками, что даже не видно листвы. Очень проста в выращивании. Не требует формирования куста и удаления от свежих цветков. Подходит для украшения садовых участков и балконных ящиков. В открытом грунте разрастается сплошным ковром, заполняя все отведенное пространство. Семена обладают хорошей схожестью. Семена сеют с февраля. Петуния Изи Вейв устойчива к неблагоприятным погодным условиям. Обильно цветет до заморозков. Очень впечатляет цветение петунии сорта серии Джоконда мини. Она растет компактным кустиком в диаметре не превышающем 20 см. В высоту кустики около 20 см. Цветет так обильно, что даже не видно листвы. Не теряет декоративности до заморозков. Расцветки бывают самые разнообразные на любой вкус. Хорошо переносит заморозки до минус 4 градусов. Считается неприхотливым и выносливым растением. Спасибо за просмотр! Напишите в комментарии, какие петунии вы выращиваете. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. Мне будет очень приятно! Подписывайтесь на мои другие каналы Елена Сато-Огород и кулинарный гид Елена. Буду рада вас там видеть! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...